Здравствуйте! В эфире программа «То, что доктор прописал». С вами Веста Смирнова, и сегодня мы поговорим о боли и тяжести в желудке. Чаще всего на эти симптомы мы не обращаем внимания. Заболела, выпиваем таблетку и бегом на работу. Но у здорового человека таких симптомов не должно быть. И это первый звоночек, чтобы обратиться к врачу. Тема сегодняшней программы – боль в животе. И сегодня у нас в гостях заведующий эндоскопическим отделением Могилевской областной детской больницы Алексей Михайлович Гаврилов. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Расскажите же нам, правда ли, что каждый второй страдает гастритом, и чем опасно это заболевание? Ну, каждый второй, конечно, я не скажу. Вообще, само понятие гастрит – это морфологическое понятие. То есть, для того, чтобы выставил доктор диагноз гастрит, нужно взять кусочек биопсии из желудка, и доктор-морфолог должен подтвердить, что это действительно хронический гастрит. А так все это объединяется одним названием функциональной диспепсией. То есть, любые какие-то боли, тяжести, какая-то любая симптоматика в области живота, оно, если нет морфологического подтверждения, то оно объединяется чаще всего именно таким понятием, как функциональная диспепсия. А правда ли, что гастрит – это инфекционное заболевание? То есть, если укусил яблоко, другу не давай, мало ли что? Ну, в общем-то, да. Действительно, есть такая бактерия, которая называется Helicobacter pylori. Ученые, которые ее открыли, даже получили Нобелевскую премию за это открытие. И действительно, где-то порядка 80% всех гастритов связаны именно с этим микробом. А язвенная болезнь, ну, практически в 100% связана именно с наличием микробы, который называется Helicobacter pylori. То есть, да, это заболевание, оно полиэтилогическое, но одним из важных факторов, конечно же, является вот этот микроб. Откуда он берется? Как он попадает в организм и вызывает гастрит? Чаще всего им заражаются в детском возрасте, то есть, или от родителей. То есть, он попадает через рот, значит, в желудке он обосновывается и живет, и вызывает те проблемы, которые потом формируются у человека. То есть, это действительно, как вы правильно сказали, вот яблоко укусил, не давай другому откусывать. Ну, то есть, это бытовая гигиена, бытовая, ну, то есть, вот так. А правда ли, что гастрит может, например, возникнуть из-за стресса, неправильного питания, может быть, какой-то острой пищи? Про это расскажите. Ну, как я уже говорил, оно действительно, факторов очень много. То есть, например, тот же стресс, он провоцирует выброс соляной кислоты, которая в основном и действует на слизистую желудку. Она может забрасываться и в пищевод, вызывая воспаление, и в двенадцатиперстную кишку, вызывая язву. То есть, и стресс, и неправильное питание, это все в комплексе влияет, конечно же, на развитие болезни. А скажите, какие же симптомы у гастрита? Просто боль в животе. Какая она? Ноющая или острая? Вот расскажите. Основное – это то, что это или боль, или дискомфорт, или тяжесть, она связана с приемом пищи. То есть, это или после еды, или на голодный желудок, то есть, наоборот, без еды. Но это очень важный фактор, то, что чаще всего вся симптоматика связана с приемом пищи. То есть, это отличает ее от других болей. То, что касается желудка, двенадцатиперстной кишки, боль связана, боль или дискомфорт связаны именно с приемом пищи. То есть, покушал, заболел живот – это звоночек, чтобы обратиться к врачу? Да, абсолютно верно. А может ли он как-то проходить бессимптомно, например? Может вполне. Помимо того, что может никак себя не проявлять, он может маскироваться под другие заболевания. То есть, часто вот даже в моей практике было у человека болела спина. Он лечился у доктора-невролога по поводу… Ну, спина же часто у людей болит. И потом на исследовании мы выявили язву двенадцатиперстной кишки, которая просто проявлялась болью в спине. То есть, бывает по-разному. Болит живот сильно, ноет резко. Скажите, что же происходит внутри? Что же происходит с самим желудком, когда гастрит? Ну, получается, если мы будем рассматривать, что причина – это хеликобактер пилори, значит, она вызывает реакцию желудка, то есть, повышается кислотность. То есть, кислота, которая образуется в желудке в норме, она должна вырабатываться для того, чтобы переваривать нормальную пищу. Ее вырабатывается больше. И поэтому она влияет и на стенку желудка, и когда забрасывается в двенадцатиперстную кишку. В двенадцатиперстной кишке там уже среда более щелочная. И когда кислота попадает туда, она, конечно же, вызывает и раздражение, и вот изъязвление, и эрозию, то есть, вот все вот эти проблемы. То же самое, как и забрасывается в пищу. Вот если кислота, повышенное содержание кислоты забрасывается в пищу, то тоже вызывается, то есть, это называется рефлюкс изофагит, ну, это тоже отдельное заболевание, которое вот вызывается именно вот этим. Основное – это повышенное кислотообразование в желудке. Что же делать? Заболел живот? Как спасаться в этой ситуации? Ну, в первую очередь, конечно, все-таки стоит обратиться к врачу. И доктор обычно направляет пациента на проведение эндоскопического исследования, которое мы в том числе вот и у нас в больнице делаем. Если диагноз подтверждается, дальше уже доктор назначает лечение. Если есть сейчас тесты на определение хеликобактер пилори, то есть, у нас есть эндоскопические тесты, есть дыхательный тест, ну, также у нас в Могилеве проводится, есть другие тесты. Если определяется наличие хеликобактер пилори, то проводится эрадикация, то есть, принимается курс препаратов для того, чтобы убрать хеликобактер. Ну, и, соответственно, другое лечение, которое требуется. На эту тему наши журналисты сняли сюжет. Давайте же его посмотрим. Жалобы на тошноту по утрам, ноющие боли в животе выше пупка. Гастрит, к сожалению, сегодня беспокоит все больше ребят школьного возраста. Гастриты в основном возникают у детей старшего школьного возраста. У младших школьников это функциональная диспепсия. Чтобы у детей было все в порядке с животиком, отправляясь на учебу, говорят специалисты, школьник обязательно должен позавтракать. В завтраке должны включать обязательно кашу. Это и для работы мозга хорошо, длинные углеводы. И очень благоприятно действует на слизистую желудка. Обязательно в завтрак должен включаться какой-то из белков. Допустим, или кусочек мяса, или яйцо, или омлет. И обязательно отдавать на второй перекус. Обязательно. Горящее питание в школьной столовой тоже обязательно. Это и полезно, и вкусно. Здесь у детей формируют правильные вкусовые качества. В приготовлении повара исключают острые приправы, уксус, перец, маринады, соленья. В школьном питании получили популярность такие формы, как вариативное питание, когда детям предлагается 2-3 вида комплексов. И предлагается выбрать им самостоятельно комплекс, учитывая предпочтения и вкусы учащихся. Обострение так называемого школьного гастрита приходится на осенне-весенний период. Поэтому врачи советуют родителям обязательно приучать детей к завтраку, горячему питанию в школе и, конечно, исключить всевозможные газировки и чипсы. Скажите, пожалуйста, чем же отличается отравление от гастрита? В принципе, симптомы уже те же. Выраженность симптоматики, конечно, другая. Если это острый гастрит, инфекционный гастрит, то она сопровождается резкой болью в животе, это рвота какая-то. При хроническом гастрите, даже при обострении, боль не будет острая. Больше тянущая, ноющая боль. Но, опять же, как мы говорили, связаны с приемом пищи. Поэтому симптоматика тут совершенно разная. И, соответственно, и лечение разное. Когда острый инфекционный гастрит, там принимаются антибиотики, то здесь при хроническом гастрите чаще всего используются препараты, которые снижают кислотность желудка. А отравление симптомы похожи, в принципе? Мы говорили по поводу отравления. То есть острый гастроэнтерит или острый гастрит, например, отравление. Это будет выраженная явная симптоматика. То есть это рвота, это боль резкая в животе. При хроническом гастрите оно менее все выражено. Вот мы заговорили о хроническом и нехроническом гастрите. Скажите, можно ли вылечить хронический гастрит? Как долго стоит лечиться и вообще какими препаратами? Как это происходит? Хронический гастрит, само понятие хронический гастрит, если он действительно подтвержден морфологически, то вылечится, а оно не вылечится. Просто у него есть периоды ремиссии, когда он никак не проявляет себя, и периоды обострения. Чаще всего это сезонное обострение. Это весна и осень. Чаще всего это обострение. И вот тогда стоит обращаться и к врачу, и стоит принимать какие-то препараты именно в период обострения. Это проблема, которая требует для себя длительного внимания. То есть человек, если он знает, что у него гастрит, он должен постоянно, периодически следить за собой, принимать какие-то препараты, делать эндоскопические исследования, чтобы контролировать выраженность процесса. Или, например, проконтролировать, как прошло лечение адекватно, или можно еще что-то применить. То есть как таковое оно не вылечивается. Именно переводится в стадию ремиссии. Скажите, а если вовремя не обследоваться? Не заметили врачи, или сам не пошел в больницу, гастрит не поставили как болезнь. Куда это может привести? И скажите, если его просто не лечить, зная, что гастрит, что будет, что произойдет? Ну, у любой болезни есть, конечно же, осложнение. И вот мы сейчас говорим о том, что сам гастрит сам по себе, он был бы не так как бы плох, но у него есть свои осложнения. Если, например, не лечить хронический гастрит, то со временем слизистая, которая вырабатывает ноги, кислоты, она атрофируется и перестает вырабатывать вообще кислоту, и развивается так называемый атрофический гастрит, который уже может приводить, а если он еще соединен вместе с хеликобактер пилори, то это вообще можно отнести даже к предраковому заболеванию, то есть дальше уже появляется новообразование и в желудке, ну, чаще всего в желудке, в пищеводе. То есть если не обращать внимания, то это может вылиться вот и в это. У самого гастрита или язвенной болезни есть тоже осложнение, то есть может развиться и перфорация, то есть образоваться дырка на области, в области язвы. Или, например, кровотечение может развиться, которое требует уже потом и эндоскопического лечения, и хирургического иногда лечения. То есть это угрожающее для жизни осложнение, поэтому гастрит как бы он... Все, конечно, знают, да, гастрит, а ну ладно, он у всех есть, но при этом все равно нужно уделять им внимание и нужно лечить. Скажите, отсутствие аппетита, может ли это быть тоже гастрит? Конечно, как одна из причин, ну, как один из симптомов, это сниженный аппетит или вообще полное отсутствие аппетита. То есть все, что связано с питанием, вот тяжести, боли, значит, снижение аппетита, это все может говорить о том, что у человека есть гастрит и стоит обратиться за помощью. Слышала, что гастрит лечит антибиотиками. Как он влияет на кишечник, вообще на желудок? И понятно, что это не полезно для здоровья. Вот как себя тоже здесь вот уберечь, чтобы это не было в ущерб? Ну, сам гастрит, его не лечат антибиотиками. Антибиотиками лечат только если установлено хеликобактер пилори, тогда есть курс лечения, там действительно принимаются антибегатериальные препараты. Да, но сам гастрит, если он не связан с хеликобактер, то он чаще всего там принимается препараты, которые снижают кислотность. То есть это или блокаторы протонной помпы, или другие препараты. Поэтому антибиотиками как таковой гастрит не лечится. То есть есть другие препараты. А чем же снять боль в желудке? Каким препаратом, может быть? Посоветуйте какой-нибудь, может быть, народный какой-нибудь метод, способ? Ну, народный метод очень много. Как бы тут формата передачи, я думаю, не хватит, чтобы рассказать все народные методы. Ну, может быть, один такой. Но я думаю, все знают и отвар льна. То есть просто нужно правильно, правильно, рационально питаться, следить за собой и при появлении каких-то симптоматики вовремя обращаться к специалисту за консультацией. Это лучший совет, наверное, будет, чем я назову какой-то препарат. Как бы, ну, лучше все-таки обратиться за квалифицированной помощью. Далее узнаем мнение могилевчан. Мы поинтересовались на улицах, как же они снимают боль в желудке. Как вы снимаете боль в желудке? Боль в желудке? Чаще всего это делается с помощью трав лекарственных. Каких? Каких? Ну, в тысячелестник хорошо сразу через 20 минут снимает. Календула, ромашка. Я даже не знаю, давно не болел живот. Кефирочка попить и все. Ножпа. А вы? То же самое. Ну, обычно у меня желудок не болит, но в крайнем случае ромашкой. Давайте с вами затронем такую тему, как питание. Правда ли, что нужно обязательно кушать первое, второе, горячее, компот? Какое должно быть правильное питание, чтобы, может быть, предостеречь гастрит? Либо, если он уже есть, как-то его сгладить, чтобы живот не болел, чтобы быть здоровым? Ну, питание, конечно, играет очень важную роль даже при наличии у человека гастрита. Самое главное – рационально и правильно питаться. То есть, это должен быть определенный режим питания. То есть, питаться лучше чаще, то есть, 5-6 раз в день, но небольшими объемами. То есть, порции должны быть небольшие, то есть, не наедаться, как у некоторых получается. Пришли домой вечером после работы, один раз поели на ночь. И нет, все-таки нужно. Причем, питание должно быть забалансировано. То есть, организму требуются белки, жиры и углеводы. Поэтому их нужно стараться, чтобы с пищей попадали именно все вот эти микроэлементы. Ну, и все. Вот вы сказали, приходите домой, один раз покушал, это так делать нельзя. Тогда какие перекусы нужно брать с собой? Чем можно перекусить, чтобы это было как здоровое питание? Ну, можно перекусать все, что угодно. Даже обычный бутерброд, как бы все говорят, там сухомятку нельзя. Ну, если у вас нет другого выхода, это может быть обычным бутербродом с маслом, с каким-то мясом или сыром. Все что угодно перекусить. То есть, стараться избегать копченого, жареного, меньше, по крайней мере, острого. Именно все то, что раздражает слизистую желудка и может вызывать обострение гастрита. Вот этого надо стараться избегать. А так, как бы сбалансировано, хорошее, нормальное питание. То есть, в принципе, сухомятку можно скушать, бутерброд, не критично. Если нет другого выхода, почему нет? Насчет острого. Если его кушать вместе с соленым, то есть в небольших количествах, можно ли это делать или лучше не стоит? Вы же понимаете, что чаще всего все самое вкусное, оно самое вредное. Да, именно. Конечно же, какой нормальный человек себя ограничит в приеме какого-то очень вкусного. Просто это нужно комбинировать. Например, если вы что-то кушаете раздражающее, это можно допить, дополнить, например, запить молоком. Или еще что-то, что минимизирует, по крайней мере, воздействие того самого вкусного, которое вы съели. Вот вы заговорили о молоке. Можно ли какой-то из симптомов, то есть, например, вместо таблетки выпить молока? Станет ли легче? Вполне, да. Или, там говорят, соду. Вот расскажите. Соду я бы не рекомендовал, потому что от соды очень быстро развивается эффект. Но потом, через какое-то время, может стать еще хуже, чем было. То есть, соду я бы не рекомендовал. А молоко, оно вполне снижает кислотность. И как бы если есть небольшое, невыраженное проявление, то почему нет? Да. Даже, вот я же говорю, после чего-то, если раздражающее покушали, запили молоком вполне, это немножко лучше будет вашему желудку в том числе. А есть ли еще какие-нибудь такие продукты, которые кислотность понижают, кроме молока и соды, вот о том, что мы сейчас проговорили? Ну, таких продуктов много. Это, например, каша, которая, например, овсяная каша, которая обладает обволакивающими свойствами. Как бы, ну, продуктов много. Ну, я так не готов сказать, вот прямо, какое конкретно. Как бы, ну, да, есть. Фрукты. Можно ли кушать фрукты с кожурой? Ну, почему нет? Да. Фрукты и овощи – это всегда полезно. И один из доказанных факторов снижения канцерогенеза, вот в том числе кишечники, это прием именно овощей и фруктов. То есть, чем больше, тем меньше вероятность развития. То есть, ну, так ученые доказали. А что с любимым сладким? Можно ли кушать сладкое и можно ли, например, перекусить шоколадкой? Вот голодный желудок захотелось, шоколадку сладкую? Ну, для чего принимается та же шоколадка? То есть, вам нужна энергия, вам нужна… А шоколадка – это источник энергии, по сути. Как бы, если вы в период, в разгар рабочего дня принимаете, ничего плохого нет, потому что вы, там, час-два, и все это сожглось, и все эти калории ушли. Но если вы, например, наедаетесь на ночь, например, или много употребляете, то все это, конечно же, откладывается в организме в виде жиров, ну, будет нарушение питания и вот приведет к ожирению просто-напросто. Как перекусить, почему бы нет, если вот временно, и не ежедневно, и не регулярно. То есть, в принципе, при гастрите соленое нельзя, сладким можно? Ну, там немножко не так, но в целом, да. Скажите нам напоследок, как предостеречь себя от гастрита, чтобы его не было, либо если он уже есть хронический, как сделать так, чтобы он не беспокоил? Вот для наших телезрителей, вот скажите, на заметочку, посим, будет. Ну, самое главное, если у вас все-таки, вы знаете, что у вас гастрит, это нормальное рациональное питание, старайтесь избегать всего того, что раздражает. Это алкоголь, это острое, это копченое. То есть, ну, все знают, по крайней мере, минимизировать поступление этих веществ. Ну, и вовремя обращаться к врачу. Спасибо, Алексей Михайлович, что пришли к нам. А вам желаем не болеть. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин